В центре Киева в преддверии финала Лиги Чемпионов презентовали футбольную фан-зону и мобильный информационный центр МВД. И все это видела Юлия Жешко. По Крещатику с сегодняшнего дня не проехать. Теперь здесь главная из четырех фан-зон столицы. Она получила название «Фестиваль Чемпионов». Открыл ее мэр города Виталий Кличко. Болельщикам презентовали кубки Лиги Чемпионов. Один вручат победителю женского финала, другой мужского. Сегодня фанаты будут смотреть решающий поединок среди женщин. Но, безусловно, главное событие – субботнее противоборство между Мадридским Реалом и Ливеркулем. Я из Австралии, я взволнован. Но я уверен, мы победим. Хотя немного нервничаю. В сотни метров от центральной фан-зоны начал работу мобильный информационный центр МВД. Здесь будут находиться все службы, министерства. В частности, сотрудники нацполиции, госчез и нацгвардии. Киевляне и гости столицы смогут тут получить необходимую информацию и помощь. Тут размещены информационные материалы для гостей, и карты, и информация про экстренные службы, в том числе полицию, за которыми они могут вернуться, если будет какая у них потреба. По предварительной информации, в столицу прибудут 55 тысяч футбольных фанатов. Чартерными рейсами в Бориспель, 26-го в ранку, там, начнется вся, ну, основная масса и наплыв, начнется увеличиваться в второй половине, половине 25-го травня. Силовики уверяют, к наплыву болельщиков подготовились. В столице усилили меры безопасности. Патрулировать центр города будут несколько тысяч правоохранителей, причем не только украинские полисмены. На минулому тижню мы встречались с послами Великобритании, с послами Испании, и у нас была домовленность по прибудению представников полиции Испании и Великобритании. Юлия Жешко, Андрей Костюк, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал «Интер». Юлия Жешко, Андрей Костюк, Богдан Савруцкий.